Великая победа в мае 1945 года досталась нашему народу ценой большой крови и огромных усилий. Путь к ней был нелегок от первых осторожных контрнаступлений зимой 1941-1942 годов до лавины советских танков, сметающих все на своем пути весной 1945 года. В этом репортаже будет рассказано о 10 наиболее известных сражениях Великой Отечественной войны, каждая из которых внесла весомый вклад в нашу общую победу над сильным и опасным врагом. Контрнаступление под Москвой Сражение за советскую столицу началось 30 сентября 1941 года. Замысел операции, получившей наименование «Тайфун», предусматривало мощными ударами крупных группировок окружить основные силы войск Красной Армии, прикрывавших Москву, и уничтожить их в Котлах в районе Брянска и Вязьмы, а затем стремительно обойти Москву с севера и юга с целью ее захвата. Основным рубежом сопротивления на подступах к Москве стала Можайская линия обороны. С середины октября до начала ноября там шли упорные бои. Потери группы армий «Центр» только с 1 по 17 октября составили 50 тысяч человек. План операции «Тайфун» не был выполнен. Противник не смог прорваться к Москве ни на одном из участков фронта. С 16 ноября по 5 декабря в ходе второго этапа наступления на Москву немцы потеряли свыше 153 тысяч убитыми, ранеными и обмороженными. Еще в ходе немецкого наступления на Москву советское командование начало подготовку контрнаступления. Войска переходили в него в условиях, когда численное превосходство в людях, артиллерии и танках было еще на стороне противника. Контрнаступление Красной Армии под Москвой началось 5-6 декабря 1941 года. В начале января 1942 года оно было успешно завершено. Группа армий «Центр» была отброшена от советской столицы на 100-250 километров. В ходе контрнаступления под Москвой группе армий «Центр» был нанесен мощный удар. Разбиты 38 немецких дивизий, в том числе 11 танковых и 4 моторизированных. Попеда под Москвой навсегда похоронила гитлеровский план молниеносной войны. Сталинградская битва Беспримерная по ужесточению битва на Волге продолжалась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. В ней приняли участие со стороны Германии усиленная 6-я армия Паулюса и войска союзников гитлеровцев. Со стороны СССР, Сталинградский фронт, Донской и Юго-Западные фронты. Сражения шли как в излучине Дона, так и в самом городе. Потери с обеих сторон были колоссальные. Красная армия потеряла почти 1 миллион 130 тысяч бойцов, 12 тысяч орудий, 2 тысячи самолетов. Германия и ее союзники потеряли почти полтора миллиона солдат. Всю вторую половину лета 1942 года шло кровопролитное сражение. Несколько раз казалось, что Сталинград будет захвачен, но защитники города находили силы и отбрасывали противника. Они не только отстояли Сталинград, но и подготовили успешное контрнаступление, которое началось 19 ноября 1942 года. В ходе проведения операции «Уран» советским войскам удалось окружить врага. Несмотря на отчаянное сопротивление и попытки деблокировать окруженную армию Паулюса, 26 января 1943 года 6-я армия немцев была разбита на две группировки. 31 января уничтожена ее южная часть, 2 февраля ликвидирована северная группировка фашистских войск. В плен был взят фельдмаршал Паулюс, 24 генерала, 2500 офицеров и почти 100 тысяч истощенных немецких солдат. Сталинградская битва стала переломным моментом Второй мировой войны. Именно после победы под Сталинградом человечество обрело надежду на победу над нацизмом. А руководство Третьего рейха пришло к выводу, что выиграть войну оно уже не сможет. Курская дуга Сражение под Курском считается самым большим танковым сражением Великой Отечественной войны. Оно стало поворотным пунктом в войне. В сражениях на Курской дуге принимали участие более 6 тысяч танков. Численность Красной Армии составила более миллиона человек, более 19 тысяч орудий и минометов. С воздуха их поддерживали 2 тысячи самолетов. Немцы противопоставили СССР на Курской дуге 900 тысяч солдат, 10 тысяч пушек и более 2 тысяч самолетов. План немцев заключался в молниеносном ударе по флангам Курского выступа, окружить и уничтожить несколько советских армий. Немцы начали наступление на Курской дуге 5 июля 1943 года. Несмотря на применение новейших тяжелых танков «Тигр» и «Пантера» и мощной самоходки «Фердинанд», за день боев противнику удалось продвинуться всего на 5 километров, а за 6 дней наступления на Курской дуге на 12 километров. В ходе немецкого наступления у деревни Прохоровка произошло крупнейшее в истории танковое сражение. В бою сошлись по 800 танков с каждой стороны. Немецкое наступление захлебнулось. Противник отошел на прежние позиции. Вскоре началось советское контрнаступление. Сражение на Курской дуге продолжалось примерно 50 дней и закончилось 23 августа 1943 года. За это время Красная армия уничтожила 3 десятка немецких дивизий, в том числе и 7 танковых, полторы тысячи самолетов, три тысячи пушек, 15 тысяч танков. Людские по терме вермахта на Курской дуге составили 500 тысяч человек. Победа в Курской битве показала, что инициатива в войне окончательно перешла к СССР. Крах Восточного Вала Битва за Днепр – это операция по освобождению левобережной Украины от немецких оккупантов. Она началась сразу же после Курской битвы и продолжалась до декабря 1943 года. В этой операции участвовали бойцы Воронежского, Центрального, Степного, Южного и Юго-Западных фронтов. Общая численность советских солдат и офицеров, принимавших участие в битве за Днепр, составляла примерно 2,5 миллиона человек. В составе действующих армий находилось 51 тысяча орудий, более 2,5 тысяч танков и около 3 тысяч самолетов. В битве за Днепр Красной Армией противопоставила хорошо обученная 2-я немецкая армия из группы Армий Центр и группа Армий Юг. Численность немецкой армии составляла 1,5 миллиона солдат и офицеров, 13 тысяч орудий, 2 тысячи танков и столько же самолетов. Немецкие войска расположились вдоль реки Днепр в хорошо укрепленных позициях, названных Восточным Валом. Советское наступление началось в середине августа 1943 года прорывом немецкого фронта в районе города Сталина, нынешний Донецк. К концу августа прорыв советских войск был расширен до 100 километров в ширину и до 70 в глубину. Советские войска освободили Харьков, Чернигов, вскоре вышли к Днепру и форсировали его на многих участках. Образовалось несколько плацдармов, Восточный Вал был прорван, Киев был взят советскими войсками 6 ноября, а к концу декабря 1943 года все низовья Днепра было очищено от немецких войск. За время битвы за Днепр советские войска освободили 38 тысяч населенных пунктов и 160 городов. Корсунь-Шевченковский котел В начале 1944 года в результате действий войск 1-го и 2-го украинских фронтов образовался врезавшийся в наш фронт Корсунь-Шевченковский выступ, который занимала крупная группировка противника. Всего в выступе оборонялись 11 пехотных дивизий, 2 танковые дивизии, моторизированная бригада СС и другие части вермахта. 12 января 1944 года командование Красной Армии отдало приказ 1-му и 2-му украинским фронтам окружить и уничтожить вражеские войска. 24 января началась Корсунь-Шевченковская операция. Войска 2-го украинского фронта пошли в атаку. 26 января с противоположной стороны Корсунь-Шевченковского выступа нанесли удар войска 1-го украинского фронта. 31 января они соединились в районе Ольшаны, замкнув тем самым кольцо окружения. К исходу 3 февраля советские войска завершили полное окружение всей Корсунь-Шевченковской группировки врага, установив сплошную линию фронта. Советское командование во избежание ненужного кровопролития предложило 8 февраля немецко-фашистским войскам капитулировать, но те от капитуляции отказались и продолжали сопротивление. Последняя попытка немцев выйти из окружения состоялась 17 февраля. Из окружения удалось вырваться нескольким сотням эсэсовцев и высшим офицерам вермахта. В ходе прорыва погиб командующий окруженной немецкой группировки генерал Штеммерман. В результате ожесточенных боев немцы потеряли 50 тысяч убитыми и свыше 18 тысяч пленными. Спастись удалось 40 тысяч 423 немцам. Наши безвозвратные потери составили 24 286 человек. Снятие блокады Ленинграда. Почти 900 дней длилась блокада Ленинграда. За время блокады Ленинграда от голода и обстрелов погибли свыше 641 тысячи жителей. В январе 1943 года в ходе наступательной операции войск Ленинградского и Волховского фронтов блокада была прорвана. Две мощные ударные группировки встречными ударами прорвали оборону противника и образовали вдоль берега Ландожского озера коридор шириной 8-11 километров. Восстановив сухопутную связь Ленинграда со страной, окончательный разгром немцев под Ленинградом и полное снятие блокады города произошло в ходе Ленинградско-Новгородской операции, проведенной 14 января 11 марта 1944 года войсками Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов совместно с Балтийским флотом. Одновременно ударами по фланговым группировкам немецкой 18-й армии под Ленинградом и Новгородом советские войска разгромили ее главные силы. Затем наступая на Нармском и Московском направлениях они нанесли поражение 16-й армии вермахта. В ходе наступления 20 января 1944 года был освобожден Новгород, к концу января город Пушкин, Красногвардейск, Тосно. Была очищена от противника Октябрьская железная дорога, связывающая Москву с Ленинградом. 27 января 1944 года блокада Ленинграда была полностью ликвидирована. В ходе Ленинградско-Новгородской операции группу армий Север удалось отбросить от стен Ленинграда на стояние 220-280 километров. В ходе боевых действий были уничтожены 3 немецкие дивизии, а еще 23 разгромлены. Операция Багратион. Весной 1944 года советское командование начало подготовку операции Багратион. Предполагалось прорвать немецкую оборону сразу на 6 участках фронта и ударить в направлении на Минск. Целью операции было полное освобождение Белоруссии и выход советских войск к довоенной границе СССР. В операции должны были принять участие войска 4 советских фронтов. Численность их достигала 1,4 миллиона человек, 31 тысячи орудий, 5,2 тысячи танков, более 5 тысячи самолетов. В Белоруссии нашим войскам противостояла мощная немецкая группировка. Численность ее войск составляла 1,2 миллиона человек, 9,5 тысячи орудий, 900 танков, 1 тысяча 4,4 тысячи самолетов. 23 июня войска 3-го Белорусского фронта перешли наступление южнее Витебска. Одновременно севернее Витебска нанесла удар 43-я армия 1-го Прибалтийского фронта. Бойцы Красной армии окружили 5 немецких дивизий. Части 2-го Белорусского фронта прорвали оборону противника и 28 июня был освобожден Нагилев. Дальше бойцы 2-го Белорусского фронта двинулись в сторону Минска. Войска 1-го Белорусского фронта 29 июня окружили в районе Бобруська 6 дивизий противника. В результате наступления восточнее Минска была окружена группировка численностью до 100 тысяч человек. 3 июля советские войска освободили Минск. За 12 дней наступления бойцы Красной армии продвинулись на 280 километров на запад. К концу лета 44-го года территория Белоруссии была очищена от немцев. Красная армия вошла в Польшу и границам к Восточной Пруссии. Взятие Кёнигсберга. Восточно-прусская наступательная операция – одна из крупнейших операций конца войны. Ее осуществляли войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов при участии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта и при содействии Балтийского флота. Всего в ней участвовало 15 общевойсковых и 1 танковая армия, 5 танковых и механизированных корпусов, 2 воздушные армии, 1670 тысяч человек, 28 360 орудий и минометов, 3300 танков ИСАУ, около 3000 самолетов. В Восточной Пруссии противник создал мощную систему укреплений. В начале 45-го года здесь оборонялась группа армий «Север» в составе 1 танковой и 2 полевых армии и воздушного флота. Всего 41 дивизия и 1 бригада, 580 тысяч человек и 200 тысяч фолькштурмистов, 8200 орудий и минометов, около 700 танков и штурмовых орудий, 515 самолетов. Третий Белорусский фронт начал наступление 13 января и сломив упорное сопротивление противника, 18 января прорвал его оборону. Войска 2-го Белорусского фронта перешли в наступление 14 января и 26 января в севернее Эльбинга, вышли к Балтийскому моду. 22-го и 29 января на побережье вышли войска 3-го Белорусского фронта. Основные силы противника около 29 дивизий расчленили на группировке Хельсбергскую, Кёнигсбергскую и Земландскую и уничтожили. В ходе штурма Кёнигсберга была разгромлена мощная вражеская группировка, остатки которой капитулировали 9 апреля. Советские войска заняли всю Восточную Пруссию, ликвидировав форпост германского империализма на востоке и освободили северную часть Польши. Между Вислой и Одором. К началу 1945 года началась подготовка к наступлению, целью которого было освобождение Польши и разгром группы армий А. Основной удар по врагу наносили войска 1-го Белорусского фронта маршала Жукова и 1-го Украинского фронта маршала Коньева. В составе двух фронтов насчитывалось до 2,2 миллиона бойцов, около 33 тысяч орудий и минометов, 7 тысяч танков и 5 тысяч самолетов. На вспомогательных направлениях ударной группе советских войск помогали бойцы 2-го Белорусского и 4-го Украинского фронтов. Им противостояла группа армий А, 26 января 1945 года группа армий Центра. В состав ее входили 560 тысяч солдат и офицеров, 5 тысяч орудий и минометов, 1,2 тысячи танков и около 600 самолетов. Немецкие войска сосредоточились между реками Вислой и Одором. Начинать наступление советских войск планировалось на 20 января 1945 года. Однако из-за наступления немцев в Арденнах, по просьбе Черчилля, оно началось на неделю раньше. К вечеру 19 января Красная Армия заняла Краков. На правом фланге началось наступление на Бреслау. А к 22 января части вышли к Кодору. К 3 февраля река была форсирована и на ее левом берегу появилось несколько плацдармов. Войны 1-го Белорусского фронта перешли в наступление 14 января. 17 января они освободили Варшаву. 19 января – Лотси. 3 февраля Красная Армия вышла на Одор и захватила плацдарм около Кюстрина. В ходе боевых действий в Польше было уничтожено 35 дивизий врага. Войну перенесли на территорию самой Германии. Штурм Берлина Битва за Берлин началась 16 апреля 1945 года. По приказу Гитлера Берлин превратили в настоящую крепость. Немцы снимали войска с Западного фронта и направляли их против советских войск. Укрепление Берлинского района составляли 900 квадратных километров. Их соединяли сети подземных ходов. Немцы бросили на оборот Берлина все свои силы. Для защиты было создано 3 рубежа обороны. На улицах устраивали баррикады, делали завалы, окна домов, служили бойницами. Для штурма Берлина было привезено 7 миллионов снарядов, мин и бомб. К 5 часам утра 16 апреля началась подготовка. На оборону немцев обрушились тысячи тонн снарядов. После обстрела немцев стали слепить прожекторами. К утру была взята первая линия немецкой обороны. К 3 часам дня была прорвана вторая линия обороны. Наступление нашей армии затормозило, встретив сильное сопротивление на Зиеловских высотах, которые были своего рода замком к Берлину. Наши войска стали обходить Берлин с юга и с севера. Зиеловские высоты были взяты и танки вышли на оперативный простор. На пятый день наступления артиллерия вела огонь уже по самому городу. Через 10 дней ожесточенных боев город был окружен. Активно действовали штурмовые группы. 11 тысяч орудий обеспечивали пехотинцам поддержку в уличных боях. Вскоре был взят Рейхстаг. Гитлер покончил жизнь самоубийством, а остатки берлинского гарнизона сложили оружие. Взятие Берлина означало победу СССР в Великой Отечественной войне и падение нацистского режима. Текст о 10 сражениях, которые принесли победу в Великой Отечественной войне, публикуется в журнале «Военная история» в 2015 году. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. Субтитры подогнал «Симон»